Всем привет дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем канале, с вами Виторган177, сегодня у нас на обзоре будет карта Пиктограмма, автором данной карты у нас является Кирилл Тивский, он же Кирилл10РУС. Значит на карте у нас будет один гараж закрыт, одна заправка, лесоповалов ребят я не обнаружил, автор описания не предоставил, по-моему их тут нет. Две точки погрузки, пять лесопилок, четыре точки разведки и три автомобиля на старте, которые можно заменить. Ну что ж ребят, усаживайтесь, поудобнее и приятного вам просмотра. Итак ребят, продолжаем разговор, вот она у нас, так скажем, первая точка разведки, в принципе добраться до нее не составляет абсолютно никакого труда. Давайте я ее возьму и мы немножечко с вами посмотрим, что у нас здесь вообще на миниатюрке будет присутствовать. Ну вижу изобилие дорог, в принципе мы в данную местность могли попасть как со спавной, поехав в эту сторону, а нет, бру, а нет, мы со спавной если ехать, то по-любому только в эту сторону. Повернуть можно было просто сразу направо и попасть на точку, до точки разведки этой, да, или же вот как вот я вот сейчас проехал, вот, в начале ролика, да, вот, вот таким вот макаром-то я проехал и сюда попал. Ну ладно, давайте, знаете как сделать, у нас здесь стоит КамАЗ-65111, вот, КамАЗ-65111, он ребят у нас полностью отремонтирован, полностью заправлен, и плюс ко всему имеет полуприцеп с четырьмя очками гаража. В принципе я так предполагаю, что как раз таки он нам и потребуется в ближайшее время, ну как минимум для того, чтобы открыть гараж. Вот, безумно радует то, что автомобиль не надо заправлять, не надо ремонтировать, в принципе автомобиль полностью адекватен и способен самостоятельно передвигаться по СЕ-карте. Ну, в целом, в целом, ребят, все, что я здесь вижу, мне безусловно нравится. Безумно нравится, по той простой причине, что карта сделана на самом деле очень красиво, очень качественно сделана грязь, в принципе дефолтный транспорт едет, невзирая на то, что у него вроде как достаточно такой, ну, мягко говоря, ну, короче, полуприцеп у него. Вот, наверное, это будет правильнее сказать. Просто полуприцеп, ребят, вот, на самом деле с полуприцепом это, что называется, не с бортом кататься. Вот, ну, в целом, все равно автомобиль едет очень даже неплохо. По поводу вот этих сушеных палок, вот что я могу сказать, не слишком ли их здесь много, учитывая, что здесь вода-то у нас, в принципе, вполне такая голубенькая, эстетичная. Вот, ладно, понимаю, если тут дело бы обстояло бы все на болоте, вот, а так-то в целом, ну, почему, почему вот такие вот палки образуются на болотах? Вода кислая, вот, деревья отравляются, и они, грубо говоря, гниют на корнях. Вот, и поэтому, собственно говоря, вот эти чекрышки в конечном итоге остаются. Вот, но здесь вроде бы все достаточно, все как чинарем вроде, да, вода чистенькая, хоть пей-пей из нее, да, голубенькая, приятненькая. Но при всем при этом огромное изобилие вот этих вот торчащих из земли палок. Ну, несколько нереалистично, ну, просто, видать, автор хотел создать такую своеобразную атмосферу. Вот, ладно, давайте, знаете, как мы с вами сделаем? Камаз Камазом, хрен бы с ним, давайте просто-напросто побежимся по точкам разведки. Давайте попробую я сделать это на УАЗе, давно на УАЗике не катался, да? О, на УАЗике прокатимся, посмотрим, что почем. Проверим, что называется проезжабельность брода. Водичка у нас что-то как-то здесь не дорекрейтилась, вон она, смотрите, дырка идет. Ну, е-е-мое, со спауна-то прям, ешкин-матрешкин, автор, ну, мог бы увидеть-то, тем более, что далеко ехать не надо. Вон, прям со спауна вижу дырень в воде. Ай, прохудилась водичка у нас, прохудилась. Всему виной и качественный рекрейт. Можно было перерекрейт, и, в принципе, все это могло потом в дальнейшем спрятаться. Но да ладно, ну, ничего страшного. Как бы на охот событий не влияет, это я чисто так скажу, мягко говоря, придрался, придрался. Вот. Дороги, судя по всему, ребят, здесь примерно, наверное, 50-50. Видите, ну, чуть дальше я, наверное, сделаю более подробный вывод относительно грязности дороги, чистоты дорог, да. Потому что трудно сказать, проехав-то всего ничего, что здесь на этой карте преобладает, грязь, либо сухие дороги. В целом бы, в целом, если я делал бы эту карту, я бы уже вот здесь вот начинал бы все ушатывать. Ладно, там на горе, как бы все понятно, да. Но здесь-то почему бы не добавить грязи? Можно было бы добавить грязи, все очень как-то суховато. Вот, очередная точка разведки, добраться до нее не составило абсолютно никакого труда. Можно сказать, прям по-наглому, ребят, скощунил. Здесь у нас стоит, кстати говоря, судя по всему, рандом-дом. Вот, на нем присутствует сцепка, ремонт в сцепке у нас 110. Вот, а если кому-то вдруг понадобится, нахрен, знаю, правда, кому понадобится. Лично мне явно не понадобится. Зачем он здесь нужен? На пилке это рандом-дом. Вот, единственное, что может быть, может быть, в плане топки. Вот, если вдруг вам повезет, и у вас вместо, к примеру, здесь будет там топливный автомобиль какой-то, да, с топливной цистерны стоять, то все вполне возможно. Ладно, давайте отсюда мы с вами выкозюливаться будем помаленьку. Вот сюда, вот сюда. И, собственно говоря, вон туда куда-нибудь. Вот, и попробуем, что называется, открыть последнюю точку разведки. Карта не максимального размера, какой размер, я не знаю, может быть, 16 на 16. Это так, сугубо мое личное предположение, размер ДДС, я не смотрел этой карты. Ну вот, ну, я так предполагаю, что где-то фифтинку, так скажем, автор отъездил при создании данной карты. То есть, 50%, грубо говоря, от максимального размера. Вот. Ну, уасику, конечно, здесь едется местами не так уж хорошо, как хотелось бы. Да нет, ребят, ну, дорог, наверное, грязных здесь больше все-таки, нежели сухих. Буквально вот мне только сухая дорога попалась, да, вот как вы могли наблюдать, вот там, где на подъеме-то проехал, да. Там была, так скажем, сухая дорога в целом же, в остальном же, да, я вижу здесь преимущественно грязные дороги. Но грязь вполне адекватная, вполне проезжабельная. Правда, я вот таким макаром ее кощу, не такой, типа, еду, короче, по обочине и говорю, что грязь адекватная, грязь проезжабельная. Не, ну, в принципе, я уже проехался по грязевым дорогам, могу смело сказать, что она реально хорошо сбалансирована. Здесь вообще, я не знаю, наверное, 60 глубина экструдоса, ну, прям вот, уазик, можно сказать, чуть ли не как по асфальту это место проехал. Очень лайтовая грязючка в этом месте. Так, давайте аккуратненько попадем на колею моста. Вот таким вот макаром мы это все делали, ребят, проедем. Здесь у нас еще какой-то очередной поворот. Много дорог, много поворотов, в принципе, да... Ой, блин, слушайте, а мне туда и надо было, ешкин-мандрешкин, как же я так-то лоханул с этой ешкин. Ой, нехорошо-то как. Время потерял только зря. Мимо проехал, ну, ничего страшного, ладно. Лишний раз надо было на миниатюрку посмотреть, и все было бы чека-пука. Ладно, ничего страшного. Развернулись и поехали дальше. Можно, конечно, да, вот здесь вот как бы немножечко кощунить, в том плане, что придерживаться, так скажем, обочинки, да, и тем самым облегчать себе проезжабельность по этим самым дорогам. Можно. Ну, вопрос, нужно ли? Кстати, здесь вот тоже, кстати, прикольненько все достаточно так сделано. Здесь у нас поворот. Смотрите, какой обрывчик тут такая, да, низинка какая-то. Впадинка, что ли? Вот. Ну, по поводу дефолта, не знаю, взберется, не взберется. О, е-мое, хрена меня, крутануло, как это, блин, как танк, ешкин-мандрешкин, на одном месте. Как будто на гушлямках я тут развлекаюсь. О, класс, вообще. Огонь, ребят, просто огонь местности. Просто очень красивенько. Грязь, грязь реально сделана очень хорошо и качественно. Прямо радуется глязь на гольногрязь. Вот. Ну, сделано очень красиво. Местами, правда, машина не то в воздухе едет, не то еще что-то. Ну, да, есть места. Ну, маленько автор передавил автоматика, поэтому машина местами едет по воздуху. Ну, это крайне, крайне редко бывает и крайне незаметно. Так что, ребят, не обольщайтесь. Ты елкарный бабай. Утопился. Утопился. Ну, я не заведусь, наверное, да? Доглохли? Завелся. Братцы, завелся. Давайте его сразу. Ааа, не успею, не успею. Убьется нахрен, ясно. Шноркель вылазь. Тут, кстати, шноркель на этом автомобиле сделан таким образом, что, грубо говоря... О, дотягиваюсь вообще великолепно. Вот, то есть, вот именно шноркель должен начать скрываться под воду, тогда наносится урон. Стоит только шноркель вытащить из воды, и урон перестаёт наноситься. Дэвил вот так вот сделал эту уазик, очень реалистично. Очень классно. Блин, слушайте, ну мне реально повезло. Смотрите, какой кульбит выполнил, да? Я остался на колёсах. Прям, блин, ну, конечно, Дэвил заругает это. Папки не ходи скажут. Ааа, ушатал уазик на обноре. Всё, давай, компенсация. Ладно, я шучу, конечно. Безусловно, ещё подобного не произойдёт, но стебануться можно. Вот, ладно, вот, ребят, мы открыли с вами последнюю точку разведки. В целом, что я могу сказать по карте? Ну, проходиться она будет достаточно очень комфортно. Рекомендую эту карту именно для прохождения в одиночном режиме. Для мультиков четвером. Блин, ну, конечно, она просто пролетабельная будет, мне кажется. Вот, если не допускать таких ошибок, как я, например, сейчас, то в целом она просто будет пролетабельная. Вот, так что не проезжабельная, а пролетабельная. Потому что реально вы её пролетите, потому что грязь хоть и присутствует, но если учитывать, что большинство народу используют именно какие-то такие, ну, моды немного покруче, чем дефолт, то она очень быстро пройдётся, эта кортоделька. Вот, ладно, ребят, всё, огромное всем спасибо за просмотр. Автору огромное спасибо за карту и за труды. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте и Таргану 177. Карту сможете скачать по ссылочке под видео на сайте СТМОЦ и в моей группе. Всем спасибо, всем пока.